Если бы всем нужно было работать без одежды, какая работа стала бы самой неловкой? Чел, который ходит по стадионам во время спортивных событий и продает хот-доги. Разбираем вкусные сосиски. Кто хочет горячую сосиску? Санта-Клаус в торговом центре. Вот это правильный ответ. Давай, смелее, иди сюда, милая, не волнуйся, такое иногда случается. Господи, зачем я это пишу? Стоматолог. Откройте-ка рот пошире. Если стоматологом будет мужик, то его колымбаха все время будет слегка меня касаться. А если женщина, то я буду вынужден смотреть либо ей в лицо, либо пялиться на ее сиськи. Персонал похоронного бюро. Будет весело и угарно, пока у кого-то не появится траурный стояк. Дрессировщик полицейских собак. Хватай палку, черта не эту! Президент. На днях я прочитал о кандидате в президенты от нудистов. Он баллотировался под лозунгом «Мне нечего скрывать». Стриптизерша в таком случае. Что она будет с себя снимать? Она будет действовать от обратного. Начнет надевать на себя одежду. Или начнет снимать с себя свою кожу. Брррр. У Робби Уильямса есть даже такой клип. Модель. Мы называем это «Новая коллекция императора». У фотографа все время будет сбиваться фокус. Космонавт? Ему не будет неловко, ведь он будет мертвым. Воспитатель дошкольного учреждения. Один случайный, ничего не значащий стояк, и ты в тюрьме. Итак, класс, посмотрите на доску. Сейчас я нарисую круг, а затем еще один круг. Солдаты? Кучка голых чуваков, которые нападают друг на друга. Это выглядело бы очень странно. Расскажи это древним кельтам. Не обязательно неловко, но работать пожарным голышом было бы ужасно неудобно. Сварщикам тоже было бы как-то не очень. Если полное отсутствие одежды означает и отсутствие защитной маски, то в мире стало бы очень много ослепших челов с ожогами. ХЗ, все пожарные, которых я видел, были практически голыми. Изменено. Оказывается, я смотрел не те источники. Официант, не хотите ли вы сегодня попробовать нашу фирменную колбаску? Эти булочки такие аппетитные, я, пожалуй, возьму одну. А есть у вас еще что-нибудь, чем можно было бы полакомиться? Ну, у нас есть великолепные дыньки на десерт, хотите? А если ты, мой друг, ищешь себе хорошо оплачиваемую работу, на которую, к счастью, еще не нужно ходить голым, то советую обратить внимание на сферу IT. Ведь IT-специалисты это люди универсальные и крайне мобильные. Ты можешь создавать что хочешь, хоть ААА-игры, хоть банковские системы, и делать это где хочешь. Можешь быть, к примеру, Python-разработчиком в Москве, или сидеть в каворкинге где-нибудь в Дубае. А помогут тебе найти свой путь в мире IT наши добрые друзья из SkillFactory с их бесплатным проектом IT-рентген. У них есть классный бесплатный тест, который всего за 5 минут определит, какая профессия в IT подходит именно тебе. После прохождения тестов подарок вы получите. Бесплатный курс и много практических материалов. А 17 ноября в 19.00 загляни на онлайн-эфир с Willso.com, где ты узнаешь о людях, которые создают технологии настоящего и будущего. Определишься, какая профессия в IT подойдет именно тебе с учетом твоих целей и интересов. Кроме того, вы сможете выиграть сертификаты на обучение на сумму более полумиллиона рублей. Переходи по ссылке в описании и проходи бесплатный тест, который займет не больше 5 минут и подарит вход в новую перспективную профессию. Тренер по борьбе. Что-то я вспомнил в видос, где какой-то чел во время матча орет. Схвати его за член, лол. Хочешь я кое-что расскажу тебе об Олимпийских играх в Древней Греции? Ах да, они были абсолютно голыми, забыл об этом. Голыми и при этом натирались маслом. Но головка была спрятана, так что все окей. Примечание. Древнегреческие атлеты использовали кинодесму. Кожаный шнурок или тесемку, которая прикрывала крайнюю плоть полового члена, препятствуя оголению его головки. Она держалась за счет того, что с натяжением была обвязана вокруг талии. Психотерапевт по семейным отношениям. Эй, я где-то это видел. Джонни Синц. Есть ли работа, которую этот чел не может делать? Повар на обжарке. Раскаленное масло. Хотел поджарить одно яйцо, а в итоге поджарил три. Топ-модель. Им будет так стыдно из-за того, что все они ходили в одном и том же. Да, это правда, лоу. Жюри придется внимательным образом осматривать их, чтобы понять, в чем разница их обличия. Сантехник. Эй, я где-то это видел. Работа, на которой людям нужно стоять на улице с рекламными табличками и стендами. Я бы сказал, что это даже плюс, ведь так будет больше внимания к ним, а значит, больше внимания к их табличке. Клоун на детских праздниках. С фокусником тоже вышло бы интересно. Этот уебок воспользуется своей темной магией и внезапно вытащит из твоего уха хуй. Пилот вертолета. Только представьте это. Челы ведь будут задалбливать одной и той же шуткой на протяжении десятилетий. Так ты про какой вертолет говоришь? Про транспорт или про свой? Полиция. Вы ограбили магазин, убегаете с места преступления, но обернувшись, видите двух голых людей, бегущих за вами. Поймав вас, они надевают на вас наручники. Откуда взялись наручники? По правде, ограбление женщины банка голой может стать для нее отличным прикрытием. Полицейский. Так как она выглядела? Свидетель один. Ее грудь как? Делает жест, как будто она большая. Свидетельница два. У нее был целлюлит на попе. Может ей поэтому нужны были деньги? Она была бледная. У нее был такой же цвет кожи, как у меня. Свидетель три. Неловко пытается скрыть свою явную эрекцию. Свидетель четыре. Я просто увидел, она была голая и я отвернулся. Полицейский. Да ебана в рот, это же идеальное преступление. Дочет я хз. Есть достаточно парней, которые могут опознать порнозвезд по форме их ног или веснушкам родинкам. Так что если бы она выложила где-нибудь свои нюцы, а она бы это сделала, ведь для исполнения такого рода преступления предполагается, что у нее был фетиш на эксгибиционизм. Был бы риск, что ее бы все-таки узнали, лол. Гинеколог. Ну, типа, может быть, некоторым пациентам было бы менее неловко снимать одежду, если в помещении голым был бы кто-то еще. Для женщин-гинекологов это может быть не таким уж и плохим вариантом. Они обе женщины. Плюс они могут использовать свое собственное тело в качестве иллюстрации того, что является, не является нормальным. Для мужчин, вероятно, такая ситуация будет не очень. Многие женщины при виде обнаженного пениса в момент, когда их вагина выставлена на показ, будут чувствовать себя не лучшим образом. Чел, который жарит картошку фри в Макдональдсе. Ауч. Учитель. Учитель в детском саду. Учитель старших классов. Учитель средней школы. С ним бы жестко обходились. Нет, Билли, я не знаю, почему мое тело не похоже на схему из учебника биологии. Чел, который работает на лестнице выше вас. Особенно после того, как он поел мексиканской еды на обед. Священник. Католические священники, вероятно, чувствовали бы себя в своей тарелке. Хоккеисты и футболисты. Как хоккеист я бы очень сочувствовал вратарю. Не совсем про работу. Было бы довольно странно, если бы голыми были студенты и ученики. А если класс смешанный, то вокруг будет полно стояков, эрегированных сосков и вообще хаоса больше, чем в сериале «Половое воспитание». Тренер по йоге. Для дома престарелых. Голая йога – это реально существующая тема. Вбейте в поиски на YouTube. Ах да, образовательные видео. Может быть терапевт, который специализируется на психологических травмах после изнасилования. В этом случае комфортно не будет никому. Представьте, что у терапевта встает в момент, когда клиент рассказывает о том, как его изнасиловали. А потом они привязали меня к кровати. Хорошо, продолжайте. Почему я сразу же начал думать про императорскую гвардию и звездных войн? Мусорщик или работник санитарно-гигиенической службы. Представьте себе, что вы собираете мусор или прочищаете канализацию полностью голым. Тренер в спортзале. Какой-то чисто порнушный вайб. Охранники Букингемского дворца будут чувствовать себя очень неловко, особенно во время смены караула. Хирург такой. А сейчас вы на какое-то время погрузитесь в сон. И тут вас окружают шесть голых людей. По-твоему, именно так работают хирурги? Мануальный терапевт. Однажды моя бабушка отправила меня к своему массажисту. Какой-то старик принимал клиентов в своем шикарном доме. Я разделась и легла на стол, прикрыв простыней попу. Представьте мое удивление, когда в помещение вошел голый массажист с обмотанным вокруг талии полотенцем. Никакого массажа не было. У меня никогда в жизни не было такого стресса. Да, я была вынуждена уйти оттуда. Нет, ничего не случилось. Но это было странно. Что не так с моей бабушкой? Старая белая женщина-расистка, которой не нравилось, что у нее есть черный внук. И вдруг оказывается, что она ходит голому черному массажисту. Какая-то жесть. Видимо, у нее был свой фетиш. Тренер под дзюдо. Разве в таком случае это не будет обычной борьбой греков? Стоматологический персонал. Стоматолог и ассистент сидят друг напротив друга с пациентом, откинувшимся назад, голова которого находится между их коленями. Тренер по парашютному спорту, который прыгает с человеком в тандеме. Не волнуйся, это не аварийный трос. У меня просто встал. Учитель. Особенно если дети продолжали бы ходить в одежде. Это в буквальном смысле похоже на мои кошмары. Мне постоянно снятся сны, в которых я появляюсь на работе голым или наполовину голым. Руководитель похоронного бюро. Иногда из-за бальзамирования тело становится более твердым. Да, но речь про труп, а не руководителя похоронного бюро. Физик-ядерщик. Мы просто возимся с кучей бумажной работы, лол. На самом деле большую часть времени мы не имеем дела с радиоактивными материалами. Ну да, представьте себе голых чуваков, копающихся в документах, связанных с элементами, которые могут взорвать всю нашу планету. Полицейский или любой человек, занимающий какую-то авторитетную должность. Никто не будет воспринимать всерьез чела с маленькой сосиской. С нашими нынешними социальными нормами все работы. Если ходить голым было бы обычным делом, проблемы бы возникали только у тех работников, профессия которых требовала бы специальный защитный костюм, оберегающий человека от негативного воздействия на его здоровье и так далее. Я отвечаю, для каждой работы, про которую тут пишут, найдется своя порнушка. В трейде был комментарий про воспитателя дошкольного учреждения. Я очень надеюсь, что такой порнухи нет. Или про Санту из ТЦ, лол. Видео называется «Хоу-хоу-хоу». Пасечник. У нас есть несколько пчелиных ульев. Однажды мой муж работал с ними и не заметил, что в промежности на его костюме образовалась дырка. Несколько пчел нашли это отверстие, а одна пробралась в капюшон. Муж начал паниковать, посмотрел вниз и увидел, что другие пчелы тоже лезут в эту дырку. Он закричал и начал бегать по заднему двору, при этом бил себе по яйцам. Я в жизни не видела ничего смешнее. В конце концов, я немного успокоилась и направила на него шланг с водой. Ему очень повезло. Толстая ткань его трусов спасла его причиндалы, но у него осталось несколько укусов на бедрах. Несколько лет назад я посещал занятия по пчеловодству. После обеда мы пошли смотреть на улей. День был теплый, и на мне была рубашка с коротким рукавом. Перед тем, как идти, наш учитель предупредил нас, что нам ни в коем случае нельзя убивать пчел. Потому что если их убить, они выделят феромоны, учуяв которые, другие пчелы начнут на нас нападать. Он также сказал, что некоторые пчеловоды обходятся без защитных костюмов, если чувствуют, что улей достаточно пассивен. Короче говоря, в том, что на мне была рубашка с коротким рукавом, не было ничего страшного. Каждый из нас по очереди подходил к улью и вытаскивал соты, чтобы посмотреть на мед и тысячи пчел. Стою я, значит, возле улей, держу соты, и тут какая-то дура рядом со мной замечает пчелу на моей руке и прихлопывает ее. Она просто была уверена, что та меня ужалит. В итоге все оставшиеся занятия я стоял в 10 метрах от нее. Окей, я побуду капитаном очевидностью. Если бы рабочей формой какой-либо из должностей являлось бы полное отсутствие одежды, то ни одна работа не была бы неловкой, ведь быть голым на работе было бы чем-то нормальным. Такие дела. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео ответьте на вопрос, если бы всем нужно было работать без одежды, какая работа стала бы самой неловкой. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока. Обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...